но обычно людей призывают к ответственности все вокруг родители начальники все на свете нас хотят как вы видите ответственными и у нас от слова ответственности возникает такая и дезинкразии не хочется парни и даже так сказать думать потому что это все время как будто бы что-то плохое ты должен быть ответственны вот выбери правильный вуз как ты будешь жить там дальше там в брак вступил ты должен быть ответственными значит ответственные родители ответственны и это все время какая какая-то работа и это на мой взгляд предельно несправедливо по отношению к ответственности ответственность это сознание того что ты сам свою жизнь организуешь и в этом смысле ответственность это свобода которую ты на которую ты вправе рассчитывать мир в котором мы живем он очень сложный люди в этом мире очень сложно все что с нами происходит это все очень сложные штуки где нет простых рецептов там и так далее и поэтому конечно многое не всегда получается так как мы хотим но лишать себя чувство внутренней свободы просто потому что ты понимаешь что ни один другой человек в этом мире не несет за тебя ответственность а ты несешь потому что это твоя жизнь и ты можешь выбирать такие способы жизни отношений действий которые будут работать тебе на благо и ответственность за свою жизнь это осознание собственной свободы ожидание что другие люди придут помогут выручат войдут в положение там и так далее дай бог пусть приходит но важно понимать что ожидание этой помощи который идет еще из раннего детства когда мы действительно не могли за себя отвечать и ждали что родители какие-нибудь воспитатели добрая бабушка так ведь нас выручит и во взрослой жизни это ожидание это лишение себя свободы действий самое главное что есть в жизни это наша способность что-то делать потому что мир вокруг нас меняется только от наших действий есть такая активное искажение называется недооценка бездействия она говорит о том что нам кажется что если мы ничего не делаем то мы ничего не теряем а на самом деле мы в это время теряем самое важное время своей жизни и возможности которые в этом времени есть поэтому вот эта свобода для действий это начало изменение внутреннего отношения к понятию ответственности чтобы она перестала быть для вас болезненным чтобы она перестала восприниматься как какой-то гнет как какая-то тяжкая необходимость во-первых она неизбежно потому что никто кроме нас за нашу жизнь на самом деле не отвечает а с другой стороны осознание принятие ее на себя дает нам ощущение свободы но не сразу сначала нужно просто понять что вы таким образом освобождаетесь они попадаете в кабалу наша жизнь если рассматривать ее с точки зрения психических процессов это то что мы думаем то что мы чувствуем то как мы представляем мир с точки зрения психических процессов этого моделирование реальности использование возможностей которые данные модели нам представляют и чувства которые у нас возникают к сожалению мы не понимаем что мы отвечаем за то что происходит у нас в этой психической активности и это понятно потому что мы сами и наше представление о самих себе это следствие этой психической активности один из элементов этой модели обустройства мира и очень важно эту ответственность за свои свои видения за свое отношение к жизни взять на себя это начало ответственной жизни в реальном мире из-за того что мы никогда не брали ответственность за себя за свои чувства и мы всегда считали что мысли приходит нам в голову в голову переживания возникают сами собой чувства которые мы испытываем от элементарного страха до депрессии любви и так далее они как будто бы сама сама рождающиеся но в каком-то смысле это так и есть но почему мы искать не присваиваем себе эти чувства да мы это присваиваем но в разряде требований например вы влюблены и выговорить предмет своей страсти я тебя люблю а значит ты что-то должен но любовь это твоя ответственность в целом из-за того что кого-то любишь он вовсе не обязан тебя любить мы все любим наших детей но нельзя их вы принудить к ответным чувствам где-то они нас обижаются где-то мы не нравимся где-то мы их ограничиваем там и так далее то что вы любите ребенка вашего это ваша ответственность она не кого другого если вы испытываете какой-то страх неважно конкретно это какая-то фобия вы боитесь открытых пространств сердечного приступа выступать на публике или я не знаю показаться некрасивым человеком кому-то вам кажется что проблема не ваш проблемы вот снова и в этих всех факторах и вы снова себя ставите в зависимости от них когда вы говорите ну это мой страх я решил бояться пусть даже вы это не делали сознательно мы сознательно не можем заставить эмоции чувствовать но вы можете сказать интересненькое дело я решил бояться публичных выступлений я решил бояться сердечного приступа это процесс в котором вы присваиваете себе то что является вами во первых вы становитесь больше вы перестаете жить в мире где вокруг бегают эти ужасные всякие разные чудовища которые значит страхи чувства мысли переживания там и так далее вы больше не живете в катакомбах где-то скрываясь от как бы своих собственных психических процессов вы говорите окей это мои психический процесс это мои мысли это мои переживания это мои там страхи это моя любовь это это все мое в этот момент вы становитесь больше вы выходите из бегства из своего собственного внутреннего мира вы наоборот начинаете обладать этим миром и не только негативными вещами но и позитивными я решил радоваться и я решил испытывать чувство любви я решил делать всякие разные интересные штуки и я решил вот что такое ответственность за свою за свой внутренний мир и как только вы обретаете ответственность принимаете ее на себе перестаете думать что это как-то происходит без вас без вас но это вы вы можете на это воздействовать вы можете воздействовать свои страхи и на свои чувства и на свои переживания вы получаете возможность действия только в тот момент когда вы хватаетесь за рубильники если вы эти рубильники игнорируете если вы считаете что психические процессы протекающие вас это просто горе горькая и вам нужно от них бежать а не идти им навстречу вы оказываетесь в заложниках и это смешно у самих себя задуматься это же все ваши психические процессы это вы в каждой толике этих технических процессов и мы умудряемся сделать себя зависимыми от этих собственных чувств только принятие ответственности даже за то что вам не нравится в себе дает вам шансы меняться изменять налаживать улучшать но первый шаг это принять ответственность ничто в нашей внутренней жизни из того что в ней происходит нельзя считать чужеродным если только это у вас нет диагноза шизофрении и вы не страдаете галлюцинациями все остальное это вы берите ответственность увеличивайте свой объем и понимаете что теперь у вас есть возможность к действию